На кафе электрометологии под руководством Михаила Филипповича Шатрова написал две пьесы «Рождение младенца» и «Перестройка». В пьесе «Перестройка» там происходит в стране социальная перестройка и внутренние мои герои. Как они приспосабливаются к капитализму, исходя из своих возможностей, интеллекта и внутренней культуры. И пьеса «Рождение младенца» она более глубокая, глобальная, эпохальная. Это как бы пьеса обобщения, пересмысления нашей истории, смысл, который, чтобы мы не построили коммунизм, потому что мы его строили без Бога. Как сказал мой герой Владимир Перов, прототипом которого я являюсь, христианство на России – это основа русской культуры. Это ее духовный стержень, из которого мы рассыпались, развалились, как когда-то великий дрянь Рим распас от разврата. Эту пьесу сейчас хотят поставить в театре «Травпус». Вот примерно в сентябре, сейчас уже конец сезона, в мае, каникулы, лето, отпуска. А вот в конце лета, в августе, мы начнем репетировать с режиссером. Соберем труппу, прочитаем пьесу, распределим паралям и будем носить во время репетиции коррекции и сделаем достойное произведение. А еще мы хотим снять фильм в Голливуде. Ко мне обратился режиссер и продюсер из Голливуда русского происхождения Дмитрий Шинкаренко. Должил мне по сотрудничеству. И на фильм нужно собрать 50 миллионов долларов. Это если по 100 долларов, то 500 тысяч человек. А у нас больше 37 миллионов плачек. Поэтому мы скинемся с ним в фильм. Это фильм будет шедевр. Он станет рядом с «Аватаром» и с «Титаником». Специалисты голливудские определили, что он может заработать 700 и более миллионов долларов. То есть и МММ получит половину прибыли от этой. Но он может получить и больше миллиарда долларов. То есть, повторяю, он может стать в один ряд с такими хитами мировыми голливудскими, как «Аватар» и «Титаник». И это будет хорошая и нам реклама. Мы докажем всем этим скептикам, что мы можем многое зарабатывать деньги сами. И вносить вклад в развитие российского и мирового кинематографа. Это будет как бы аргумент для скептиков, который считает, что мы просто группами поможем. Вадим, это, наверное, даже не скептики. Это просто... Да, да, они... Люди подвержены этой информации. Если человеку это интересно, он всегда докопается на действие. Поэтому нельзя назвать это скептиком. По-моему, это просто... Дело в том, что, друзья мои, у нас в застойные времена все жили по Кремлю. Что партия сказала, чиновники из Кремля по телевизору, это значит, естественно. И вот психология советских рабов в людях осталась и до сих пор. Не у всех. Молодежь, она более продвинутая, она более думает. А старики, опять же, не все, но многие так и живут по старинке. Что им сказали, партия любимая, они во все верили, как дети малые. Ну, я думаю, вот эти выборы президента и парламент многим открыли глаза. Народ понял, что их вообще ни во что не ставят. Сколько захотели себе, столько взяли, плевать их на народ, на всех, на избирателей. Только нашу пирамиду лучше. Да, у нас тут все честно, да. Ну, конечно, в семье не без уродов, тоже приходят люди, рвачи всякие. Ну, либо они исправляются, так он уже с системой, либо их быстро вычисляют, разжалуют. Ну, тут единицы. А если правительство все берут так, даже больше, 99% взятки с криминалом связаны, то тут, по-моему, наоборот, меньше единицы таких, и они тут долго не задерживаются. Потому что тут все, как на ладони, все видно. Если кто-то украл, вот какой-то десятник, сотник, сразу его разоблачают. Так что, друзья мои, я желаю всем счастья, процветания, все самого лучшего. Если вы видите объявление, не пожалейте 100 баксов для системы. Этот фильм в Голливуде, рожденный под названием «Рабочие». Он нужен и системе, и нам всем. Ну, представляете, МВМ сняли фильм в Голливуде. Это ж круто, который стал в один ряд с едами голливудских. Аватар, это навсегда, эта история, это будет рекламой для России, матушка. Не только для многих, для всех нас. Это круто, друзья мои. Поэтому не жалейте 100 баксов, какие-то копейки. Даже просто для морального удовлетворения, это и то приятно. Потом этот фильм будет показывать, первым любимым в России. Отлично. Фильм будет заниматься в Голливуде, прокатом будет заниматься тоже в Голливуде. А у него прокат мировой, на весь мир. И это все реально, это не сказка, друзья мои. Повторяю, мы докажем, что мы действительно можем многое. Что мы не халявщики, а партнеры. Одна большая семья. И МВМ это как же короткий парк, глобальный. Не только российский, глобальный. Сировой парк. Девушки отдыхают. Продолжение следует...